Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей 16.12. В студии Михаил Тишин. Мы говорим о жизни в Казахстане без цензуры Назарбаева. Сегодня в выпуске. За преступление семьи Назарбаева вынужден платить народ. Бизнесмен из Молдавии отсудил у Казахстана месторождение Кашаган. Президент Токаев признал, что ничего не смог сделать для защиты страны от эпидемии, и его правительство бросило на произвол судьбы миллионы граждан. Мухтар Аблязов предлагает гражданам объединиться и выйти на общенародные мирные протесты. Казахстан потеряет права на одно из крупнейших в мире нефтяных месторождений Кашаган. Государственный пакет акций на 5 миллиардов долларов продадут по иску молдавского бизнесмена Анатолла Стати, бизнес которого был захвачен по личному распоряжению Назарбаева. Более десятка международных судов подтвердили правоту пострадавшего инвестора. Спасти Казахстан от мирового позора может лишь согласие выплатить 500 миллионов долларов ущерба. Но тогда Назарбаев признает, что построил бандитское государство и сам лично действовал как бандит. Гражданин Молдавии Анатол Стати ведет судебную войну с Казахстаном уже более 10 лет. С 90-х годов он вкладывает деньги в нефтяные и газовые компании. В Казахстане он получил лицензию на разработку двух нефтяных месторождений, потом начал строительство газоперерабатывающего завода. Никаких проблем с законом не было до тех пор, пока в дело не вмешался лично Назарбаев. Мы привлекли крупнейшие межнациональные и транснациональные компании, которые имеют технологии, которые имеют инвестиции. И приходилось полностью, можно сказать, продавать эти месторождения, им отдавать. И это никто не понимал, как это мы национальное богатство отдаем американцам, англичанам, немцам, французам и так далее. Он решил помочь тогдашнему президенту Молдавии Владимиру Воронину, такому же диктатору и выходцу из Компартии. В 2008 году Воронин готовился к очередным выборам и всеми силами устранял конкурентов. Стати как раз поддерживал его противников. Воронин написал Назарбаеву донос, в котором обвинил Стати в финансировании террористов. Стати стал вмешиваться в формирование кадровой внешней политики Молдовы, осуществляет и финансирует пропагандистские акции, финансирует политические формирования, находящиеся в оппозиции нынешней власти. Назарбаев приказал тщательно проверить работу компании и решать ее работу в интересах страны. В офисах и на предприятиях Стати начались обыски. КНБ и финансовая полиция сфабриковали уголовное дело о незаконном предпринимательстве. Власти заявили, будто фирмы Стати нанесли государству ущерб на миллиард долларов, в счет которых все его активы конфисковали. Я думаю, если бы мы не привлекли нормальных, квалифицированных инвесторов в Казахстан, мы бы не имели тех того, чего мы сегодня имеем. Позже все фирмы и заводы Стати передали под управление национальной компании «Казмунайгаз», находящейся под контролем зятя Назарбаева Тимура Кулебаева. Таким образом, Назарбаев помог молдавскому коллеге в борьбе с оппозицией и украл чужой бизнес, как он это делал, не раз. Однако Анатол Стати не смирился с поражением и обратился в международные суды. Основанием для исков стала Международная энергетическая хартия. Казахстан подписал ее в 1994 году, так как был заинтересован в инвестициях. Через 15 лет требования хартии пришлось выполнять по решению судов Европы и США. Международный арбитражный суд Стокгольма постановил, что правительство Казахстана должно выплатить 550 миллионов долларов в качестве компенсации за экспроприацию казахстанского имущества Стати. Мы даже не хотим отдавать оспариваемую сумму, потому что мы считаем, что арбитражное решение получено мошенническим путем. Судебная война с правительством Казахстана, отказавшимся выплатить компенсацию, продолжалась все последние годы. Общая стоимость арестованного по требованию Стати имущества Казахстана во всех юрисдикциях превышает 6 миллиардов долларов. В первую очередь речь идет об акциях Национального фонда Самрук Казына и его дочерних структурах, в управлении которых находятся все государственные компании. На прошлой неделе в Нидерландах Стати одержал самую важную победу. Апелляционный суд Амстердама принял решение о принудительной выплате компенсации Стати за счет изъятия принадлежащих Казахстану акций в Международном консорциуме по разработке Кашаганского месторождения. Стати уже заявил, что данное решение открывает дорогу для принудительной продажи арестованных акций в компании КМГ Кашаган БВ, что позволит ему вернуть, наконец, потерянные деньги. Платить придется народу Казахстана потери и доли в консорциуме по разработке нефтяного месторождения Кашаган, одного из крупнейших в мире. Оно по-прежнему находится на контролируемой Казахстаном территории, но доходов в стране уже не принесет. Сегодняшний день положительная счастливая сенсация для казахстанского народа. Это большое подспорье нашей независимости, нашего будущего процветания, экономики, улучшения жизни наших людей. Большие надежды казахстанцев оправдались. Поздравляю всех нас и вас. Теперь один из самых амбициозных мировых нефтегазовых проектов становится символом позора Назарбаева. Он хотел украсть очередной бизнес у малоизвестных инвесторов. В итоге он украл у Казахстана крупнейшее месторождение, которое должно было стать источником процветания страны. Провалы в борьбе с эпидемией коронавируса и экономическим кризисом заставляют власти идти на все более абсурдные поступки. Токаев сам не заметил, как начал критиковать свои собственные решения. Все чаще выступления президента и его помощников превращаются в чистосердечные признания, в которых они рассказывают, какие неотложные меры не приняли для спасения тысяч жизней. И признаются, что бросили на произвол миллионы граждан своей страны. С августа в базе начнут учитывать не только лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, но и больных с аналогичными симптомами, которых ранее списывали на так называемую внебольничную пневмонию и даже грипп. Мы сейчас должны направить усилия не только на сам коронавирус, но и на сопутствующие заболевания, о чем я сказал в своем заявлении, это пневмония. Закрывать глаза или как-то пытаться увести в тень эту проблему ни в коем случае нельзя. Люди гибнут, сильно болеют. Минздраву пришлось оправдывать эту явную ложь разными подходами в классификации болезней. С учетом проведенных технических консультаций с Европейским региональным бюро ВОЗ нами принято решение о переходе к кодированию и учету случаев COVID-19 по новым кодам международной классификации болезней. Из-за нового подсчета статистика заболеваемости и смертности от коронавируса вырастет минимум в пять раз. Власти сами покажут катастрофические масштабы эпидемии. Пока о масштабах бедствия можно судить только по рассказам людей, свидетельством ритуальных служб и домов престарелых. Давно начали бить тревогу врачи, невзирая на запреты начальства. Официальный показатель 150-200 тысяч человек можно с уверенностью умножать на три. К осени число заразившихся может достигнуть нескольких миллионов. В Туркестанской области, по данным РАКС, смертность с апреля выросла более чем в четыре раза. В апреле были зарегистрированы смерти 382 человек, в мае – 1112, в июне – 1737. О чудовищных масштабах фальсификации статистики открыто заговорили и в окружении самого Тукаева. Советник президента Олжас Худайбергенов сделал собственные подсчеты. Вышло 2 миллиона заболевших и 3,7 тысячи умерших. После таких признаний Олжас был немедленно отправлен в отставку. Средняя смертность в мире от коронавируса составляет 4% от общего числа заболевших. Если в стране переболело уже 2 миллиона человек, значит, умерло порядка 80 тысяч. Если учитывать данные специалистов, реальное число жертв коронавируса в Казахстане занижено в десятки раз. Чтобы избежать разоблачения, Тукаев начал критиковать подчиненных, угрожая правительству отставкой. Я скажу откровенно, во время подготовки данного заседания мне советовали уволить некоторых первых руководителей регионов, ведомств, даже отправить отставку все правительство. Мол, это будет хорошо воспринято обществом, очки, мол, наберете. Но мне очки совершенно не нужны. Будто бы Тукаев забыл, что это результат его собственных решений. Проблемы нехватки медицинского персонала и отсутствия необходимой инфраструктуры остаются актуальными в сельской местности. Это значит, что власти бросили на произвол судьбы всех сельских жителей, почти половину населения страны. Это значит, что в селах люди вообще не могут рассчитывать на помощь, не говоря уже о лечении в больницах. Это прямое и очевидное преступление президента и властей, которые за пять месяцев после начала эпидемии ничего не сделали. Поручаю правительству и Акимам постепенно восстановить оказание плановой медицинской помощи людям с хроническими заболеваниями, а также беременным женщинам. Однако это происходит за счет закрытия других медицинских центров. Это значит, что власти сознательно оставили без внимания тех, кто в первую очередь нуждается в медицинской помощи и заботе. Низкий уровень выявляемости – результат неэффективной работы по разворачиванию лабораторий на местах. Акимы, по существу, не имеют опыта работы в экстремальных условиях, не знают, как оперативно решать острые проблемы, разъяснять гражданам государственную политику. Эти оправдания подтверждают профессиональную непригодность Тукаева и Назарбаева. Акимы всех регионов в стране назначены лично ими. Значит, они назначили бездельников и воров по принципу личной преданности. Тукаев ругает Акимов городов, что у них плохая ситуация. Вместо того, чтобы организовывать борьбу и мобилизовать ресурсы, Акимы просто предпочитают дать указания лабораториям, чтобы они не показывали реальную картину. Но реальная картина, мы все понимаем, что она будет в любом случае проявлена. Из-за недостаточной координации со стороны государственных органов население пытается решить этот вопрос самостоятельно. Это нонсенс. Население закупает кислород промышленными баллонами. Это прямая обязанность больниц. Президент, который произносит такие факты вслух, должен немедленно уйти в отставку или должен быть отдан под суд. За пять месяцев с начала эпидемии правительство пообещало направить на борьбу с эпидемией 10 миллиардов долларов. Но не решило проблемы самого необходимого – закупки аппаратов искусственной вентиляции легких. Их в больницах по-прежнему просто нет. Дефицит составляет 500%. Для дооснащения автомобилей скорой медицинской помощи нам необходимо 680 портативных ИВЛ-аппаратов и около 5000 стационарных ИВЛ-аппаратов, которые используются в больницах стационарно, в реанимациях и палатах интенсивной терапии. Теперь в Акарде пытаются обвинить прежнего главу Минздрава Елжана Бертанова. Его назначил министр лично Назарбаев. Нынешний министр Алексей Цой назначен Токаевым, но также не способен повлиять на ситуацию. Все это причина тысяч смертей, которые власть допускает своей недееспособностью. Это неприступная халатность, происходящее в Казахстане следствие прямых и сознательных преступлений режима, который даже эпидемию использует для открытого воровства. Пока вы смотрите, в комментариях кипят обсуждения. Поделитесь своим мнением и вы. Также подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. Ситуация в стране – это результат 30-летнего правления Назарбаева. Это также результат нашего молчания и постыдного терпения. Народу необходимо осознать свою власть. Когда чиновники не справляются, утопают в коррупции, суды не действуют. Народ меняет власть. Людям необходимо объединиться в ячейки и организованно выходить на мирные протесты. Чтобы спасти казахстанцев, необходимо принять пакет требований ДВК. Это минимальные меры, которые помогут спасти экономику и народ во время кризиса. Сейчас нужно требовать от правительства, чтобы ежемесячно, в течение трех месяцев, правительство выплачивало по 100 тысяч деньги каждому, включая младенцев. Чтобы это правительство списало проценты на 4 месяца с марта по конец августа. Мы должны требовать, чтобы эти проценты были списаны как с малого и среднего бизнеса, так и со стороны физических лиц. И также требовать поддержать малый и средний бизнес, чтобы с них не взимались налоги до конца этого года. И когда наши требования будут массовыми, тогда вы увидите, что это правительство будет пятиться и выполнять эти требования. Чтобы добиться смены политического режима в стране, достаточно, чтобы одновременно на площадях собралось хотя бы 5% населения. Это доказано учеными, которые проанализировали протесты за последние 100 лет. Это же касается и Казахстана. Внимание, вопрос цена ему освобождения от рабства. Что есть у каждого казахстанца настоящего патриота своей страны? Ячейка? Правильно! Чтобы добиться перемен, нам необходимо консолидировать ядро общества в многотысячном мирном протесте. Мы должны не просто вывести людей на митинг, мы должны победить этот режим. А победить этот режим можно только тогда, когда мы организованы, когда существует ядро в каждом городе, минимум по 5000 человек, именно тех, которые поведут протестующих к охорде, именно те, которые не допустят никакого хаоса, именно для этого нужны организаторы, нужны ячейки, ячейки нужны по всей стране. Минимум 5 человек из ваших близких, доверенных людей, которым вы доверяете, что они вас не предадут. В эти ячейки не могут заходить посторонние. Вы не должны обращаться к посторонним, чтобы вас включили в эту ячейку. Это ни в коем случае нельзя делать. Вы обращаете в штаб, затем получаете ссылку, которую вам присылает наш штаб. Вы можете, все 5 человек, находиться в своих квартирах и разговаривать по виде связи со мной и со штабом. Мы с вами вместе будем организовывать разные действия, которые приведут к тому, что именно в день, когда произойдет митинг, мы выведем тысячи и десятки тысяч людей. За время карантинных ограничений граждане высказываются в социальных сетях и высказывают свои требования. Уже осенью мы выйдем на улицу с массовыми мирными протестами, которым власти не смогут противостоять. На сегодня все. Ставьте лайк под видео и жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых выпусках. С вами были новости 16-12. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok